тот момент когда вот 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 ты должен был затянуться но ты чувак обосрался и давать и заебался своей бутой сколько уже можно нахуй никому не нужна хотя я никогда в жизни не трогал оригинальных пачек fuma с богом да ну что ребят здравствуйте с вами до воды мы сегодня у нас будет интересный обзорчик табака будто да вы скажете да вот и заебался своей будто и сколько уже можно но я скажу так что здесь не то что самой будто обзора то что ребята из будто мужчины из буты да назовем это так там давно уже не ребята а получили акциз я это к чему говорю это я говорю тому что уже такие производители как будто которые вроде бы как бы ну и жили хорошо и без акциза все таки подстраиваются под рынок и делают акцизную продукцию производителей стали делать акциз потому что сейчас без акциз к по факту нахуй никому не нужна ну вот реально да вот кому сейчас нужна без акциз к и кто хочет подставлять свою жопу я не говорю про севастополь да я не говорю про какие-то интернет магазины именно да такие вот какие-то там а где то есть что-то локальненько продает нет я не про это а я говорю именно про хорошие сертифицированные хотя их принципе и нету да но в априори допустим там а если есть акциз красава держи место на полке зарабатывай мы будем продавать и не бояться вот она стал тот момент когда появилась будто с акцизом это очень приятно это значит что будто теперь официально и легально продается на территории российской федерации это значит что можно работать с ними по белому и всему остальному да это очень здорово также не обошлось и без новинок это ребрендинг голд-лайна это вот такие вот синие пачечки да а то что раньше было фьюженом теперь стала голд-лайном то есть ребята полностью переработали все линейки оставили black крепкая хорошая и оставили голд-лайн все это они переместили в такие вот пачечки аля фумари но вот чуть-чуть поприятнее чем фумари будет хотя я никогда в жизни не трогал оригинальных пачек фумари да ну так вот что у нас здесь забито я забил из голд-лайна ледяную малину она на механике и забил черри то есть вишню на вуки что касается первого впечатления это домин это у меня уже далеко не в первое впечатление то прогресс колоссальный то есть да в принципе я почти в каждом выпуске на буту говорю что прогресс колоссальный да так и есть без пиздежа ну ребята немного развиваются они постоянно меняют рецептуру технологию возможно где-то завозят абсолютно новое сырье то есть не какой-то бленд что-то к чему-то добавляют и выявляют новый бленда а вот именно полностью новый бленд и на данный момент получается у нас что будто голд-лайн это примерно вот по моим меркам по крепости а именно по крепости среднестатистического курильщика это 56 то есть это приятно это чуть-чуть малеха накуривает и ты остаешься немного таким сытым не то чтобы ты просто гонял этот воздух да как говорится и не накуривался здесь как бы ты накуриваешься здесь есть прям какое-то вот маленькое веяние крепости что в принципе до голд-лайна и той прослойки курильщиков которые вот такой вот хотят покурить идеально я не буду сильно я не буду сейчас сильно обобщать внимание на вкус и как они раскрываются поговорю про линейку в целом да а что касается прогрева греется равномерно что касается перегрева тут тоже все равномерно при учете того что руки чуть-чуть будут ровные вот прям малеху то можно добиться хорошей чашечки да то есть который ты с удовольствием покуришь это у нас касается именно линейки голд-лайн у нас есть а дарклайн он возможно чуть-чуть перегрелся а может и нет с богом да что касается black будто black это можно считать абсолютно другим продуктом и он ни с чем как бы не связан именно с бутой а именно у него другая крепость у него другие оттенки у него другая ароматика то есть раскрывается все максимально по-другому это очень приятно то есть никогда ты покупаешь грубо говоря одного производителя у него есть две линейки ты такой бля в чем же разница в чем разница тут а разница колоссальная то есть грубо говоря если мы говорим что голд-лайн у нас равномерный плавные на 5-6 то black а у нас примерно на 7 такая твердая семерочка хорошая да или как многие любят горит семь с половиной да а то и при первой тяге то есть при каждой затяжке ты чувствуешь такой маленький удар а удар именно он довольно таки приятный то есть он даже колоссально отличается по густоте дыма то есть здесь дым более россия на нежели чем у голд-лайна а даже ароматика на других на других вкусов не только на вишне она кардинально отличает тем что она более терпкая такая знаете более настырная настойчивая и более крепкая но при этом она по именно яркости гораздо ниже чем у будто и голд-лайн что у нас здесь прогревом перегревом а чтобы я полноценно раскурить именно black а нужно немного терпения и погреть немного дольше потому что классические грубо говоря тайминг прогрева он недостаточно до того чтобы раскрыть полноценно black что касается перегрева если прям чуть-чуть подзабить хуй то можно проебланить тот момент когда вот 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 ты должен был затянуться на ты чувак обосрался то здесь конечно же начинаются танцы с бубнами но по крайней мере легко все это как бы до привести обратно в порядок и продолжить грубо говоря свою сессию курения а в целом если брать ценовую политику то учитывая тот закон который сейчас грубо говоря аля делает минус 30 процентов до секции зато даже если убрать эти 30 процентов то будто именно вот голд-лайн и black в акцизе не сильно так взлетели до небес и также остались на уровне максимального потребления да то есть на уровне максимального уровня потребления людей блять как сказать хуй на короче максимально доступно нужно лишь только прикуриться понять как это работает не полениться забить по-другому и у вас как бы все получится сожалению я вам не могу сказать дальнейшее развитие буты то есть как они собираются двигаться что они собирают делать какой у них будет дальнейшем маркетинг в этого я вам не могу сказать и точную цену на продукт я к сожалению тоже не могу сказать потому что он зависит от доллара а этот вопрос честно я не уточнил немного тоже проебланил и вот сейчас здесь сижу и обсираюсь перед вами ну или так чисто знаете по хомяческие что же лучше блять вишня в блэке или же ледяная малинка от голда вот что если брать данный момент это что я хочу покурить то я бы отдал бы больше предпочтения именно ледяной малине потому что она свежая она яркая и она помягче а нежели чем грубо говоря black то есть грубо говоря у вас есть выбор да если ты относишься к категории ярко легко то ты welcome to gold line если ты hard там хуярт то ты конечно же welcome to black да только не к тимати там говорят зашкварно поэтому ребятульки вот такой вот у нас выпуска и маленькая хорошая новость мы сейчас находимся в кальяной хука game 24 которая находится на бауманке да и если вы сюда придете то по промокоду дава вам 20 процентов скидка на кальяны плюс здесь есть компы и очень интересный интерьер так что ссылочка на это заведение у меня в описании всем пока пока это дава дым это будто которая обзавелась акцизом